Здравствуйте! В эфире передача Актуально Сегодня. В этом выпуске будем говорить о резонансной новости, которая в последние дни активно обсуждается в российских СМИ и экспертном сообществе. Дело в том, что, как удалось выяснить российскому телеканалу Russia Today в Ереване в ноябре прошлого года, состоялся семинар, на котором молодежь из ряда стран СНГ учили организовывать акции протеста, в том числе в России. Согласно информации российских СМИ, речь фактически идет об осуществлении так называемых цветных революций. Россия здесь не последняя цель. Более подробно на эту тему будем говорить с гостем в нашей студии. Это помощник президента международного фонда Евразия Пресса Анастасия Лаврина. Еще раз здравствуйте, Анастасия Хану. Добро пожаловать на Актуально Сегодня. Спасибо. Так вот, касаясь этой новости, да, в последние несколько дней экспертное сообщество российских СМИ активно это обсуждают. И я в первую очередь, вы, наверное, знакомы с этой новостью, хотел бы узнать ваше мнение, насколько вы считаете в данном случае сюжет и подготовленный материал правдоподобным. Так ли оно, на ваш взгляд, могло ли произойти такое, что вот в Ереване организовывали некие семинары в данном случае, на которых учили молодежь организовывать, ну, по сути, революцию уже в своих странах. Их, наверное, по сути, хотели вдохновить примером произошедшей смены власти в самой Армении. Ну, скажу так, что, учитывая, что я сама этого не видела, утверждать, насколько это правда или неправда, у меня нет, так сказать, обязательств. Но все-таки хочу сказать, что это возможно. Почему? Потому что на сегодняшний день Армения как государство очень слабое, как в политическом, так и в экономическом аспекте. А слабое государство — это что? Это, в первую очередь, такая площадка, на которой внешние силы могут очень легко устраивать те акции протеста, инициировать какие-то митинги или даже обучать, так сказать, молодое поколение выступать с речами, это высказывание, это выходить с требованиями на улицу и так далее. Тот процесс, который происходил в Ереване за последний год, он показывает, что массовые протесты — это не что-то новое, это, наоборот, стало актуально для Еревана, для Армении в общем смысле. И поэтому те деньги, возможно, которые спонсируются извне, будь то диаспора, будь то какие-то другие государства, они, разумеется, они могут. Ну, в данном случае российский телеканал утверждает, что это, скажем так, западные деньги. В данном случае определенные неправительственные организации, может быть, правительственные организации западных стран выделяют эти деньги, чтобы учить молодежь страны СНГ осуществлять революцию себя. Сюда могут привлечь также и лоббийские группы, допустим, тех же самых армян, которые живут за рубежом, будь то Америка или какие-то западные страны Европы. Те, кто недоволен, те, кто хотят дестабилизировать в дальнейшем ситуацию, может быть, те сторонники бывшего руководства Армении, то это не исключено, что будет спонсироваться и будет обучаться персонал. В том материале, который мы сейчас видим, там указывается, что это было нацелено не только, скажем, на дестабилизацию ситуации в самой Армении, но также на постсоветском пространстве и странах СНГ. Ну, с учетом того, что выучили молодежь из других стран, в случае СНГ. Почему была... к тому, к чему я веду, хочу сказать, что Армения — это та страна, которая на данный момент наиболее дестабильна, и которая может быть выбрана для проведения подобных мероприятий. Поэтому то, что мы сейчас видим, это возможно. На мой взгляд, опять-таки, хочу подчеркнуть, что я не была свидетелем этого, но, на мой взгляд, это возможно. Возможно обучение персонала проводить какие-то митинги. Каким образом это необходимо проводить? Ведь просто так выйти на улицу, тем более, если это холод, если это зимой, не каждая молодежная группа решится на это. Это необходимо спонсирование получить. Для этого необходимо иметь определенный план действия и напутствие, то есть с чего начинать. Главный редактор телеканала «Раша Тодей» Маргарита Симонян давала подробное интервью об этом журналистском расследовании, которое она говорит, что провел их телеканал. И что обращать на себя внимание? Да, там говорится о том, что молодежь из стран, из ряда стран СНГ, приехали в Армению, их обучали акциям протеста и так далее. Но подавляющее большинство было из России. И в России, надо сказать, что это приняли все на свой счет, в большей части. Они говорят, что именно вот готовятся, в данном случае, семинары, все это молодежь призвана, чтобы что-то сделать в Российской Федерации. То есть имеются акции протеста, революции, а по сути это государственный переворот. Но зная отношение Москвы и Российской Федерации к цветным революциям, вот такого рода посыл, он весьма и весьма опасный в данном случае. И он опасен не только для тех, кто, допустим, организовывал это. Возможно, это какие-то люди и за пределами Армении. Или финансировал тоже, может быть, люди за пределами Армении. Но площадка-то Армения, ее предоставили в данном случае. Это опасно, как я считаю, для самой страны, которая предоставляет такую платформу в данном случае. Как вы считаете, в Армении четко понимают, что они в данном случае делают? В первую очередь, разумеется, это посыл для армянского государства. И тот факт, что сейчас Армения полностью зависит как от России в экономическом плане, также и все контакты у нее находятся именно на постсоветском пространстве. Больших инвестиций Запада на официальном уровне, я хочу сказать, Ереван не получает. Поэтому тот факт, что если даже Армения предоставляет эту площадку, и это становится известно, то это в первую очередь идет минус как к руководству страны, что оно не может стабилизировать свою ситуацию. И во-вторых, если не происходит каких-либо определенных мер по наказанию подобного рода деятельности, то, разумеется, это показывает Армению как очень слабое государство в политическом аспекте, которое теряет ситуацию, теряет контроль, любой какой-либо контроль над ситуацией в своей стране. Российская Федерация достаточно сильное государство. Сказать, что подготовить каких-либо специалистов, а потом запустить их в страну для дестабилизации, это достаточно трудный маневр, так сказать, учитывая, что они в первую очередь обучаются где-где в Армении, какого формата они готовят там людей, и кого они планируют делать, это достаточно трудный вопрос обсудить на этом. Но это еще раз показывает неспособность армянского государства и правительства взять контроль в свои руки. Здесь мне другое интересно. Мне интересно, какова будет реакция международного сообщества на данный аспект. Каково, начиная как с правительства Армении и заканчивая теми же западными институтами, те борцы за права человека, которые все-таки выступают достаточно с критикой, особенно в отношении стран на постсоветском пространстве. Знаете, здесь обращать внимание еще на себя такой момент. Вы сказали, способна Армения, не способна. Международное сообщество, не международное сообщество. Должно ли кого-то волновать в России, способна Армения контролировать ситуацию на своей территории, или не должно, на мой взгляд, в первую очередь, не особо сильно и должно волновать. Международное сообщество, это совсем другой вопрос. Если уж, опять же, российские СМИ говорят об этом семинаре, как о семинаре, основная цель которого было именно осуществить какую-то, подготовить людей для осуществления революции, а по сути госпереворота. Вот мне интересно, в Российской Федерации, мне интересно ваше мнение, какой будет реакция Российской Федерации на такое гостеприимство, в кавычках, Армении. И Армения, как бы, она на бумаге, она же союзник Российской Федерации. И получается, что вот этот союзник предоставляет площадку для того, чтобы люди собирались и, по крайней мере, размышляли, и их обучали о том, как дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации. Какой должна быть реакция Российской Федерации, и какой она будет, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, во-первых, хочу ответить на ваш комментарий, почему это так важно для России, в том числе, потому что Россия, как бы, является одним из главных инвесторов в эту страну. Если завтра, все-таки, сейчас, скажем, действие данной группы удалось выяснить, удалось предотвратить в какой-то мере. Ну, выявить. Предотвратить, не предотвратить, но выявить. А где это будет завтра открыто, и происходит ли то же самое с группами на, скажем, других городах или на другой части территории Армении, это еще предстоит выяснить. Поэтому, как-никак, все-таки Россия это должно в какой-то мере волновать. Но какова будет реакция? Во-первых, это, во всяком случае, предадут обширные огласки, что уже, в принципе, делается в российских СМИ. Да, в принципе, да, это происходит, очень резонансно, очень обширно это обсуждается. Это, так сказать, такой посыл в то же время тем спонсорам. Я не знаю, кто это спонсировал, но не существует, как бы, официальной такой статистики, откуда приходили деньги на это спонсирование. Но ясно одно, что деньги все-таки колоссальные, обширные. Поэтому это ясный посыл тем спонсорам, что в дальнейшем это может открыться, это может предаться огласке, кто все-таки стоит за всем этим. И, разумеется, после этого можно ожидать каких-то конкретных, так сказать, посылов правительству Еревана о том, что Армения должна все-таки понять, на какое будущее она нацелена. Если же это будущая, так сказать, балансированная политика между Россией и Западом, то насколько Россия все-таки останется главным партнером Армении и на каком варианте она будет, так сказать, предавать эту страну и в то же время нацеливаться на Запад. Планирует ли Армения в дальнейшем проводить какие-то проекты и привлекать инвестиции? Сейчас очень часто в армянских СМИ говорится об экономической революции, которую, говорит Пашинян, приводит своему народу, что должны привлечь обширные инвестиции в страну и развитие экономики. Но, опять-таки, на сегодняшний день плана действия у него не существует. От России должен быть явный посыл армянскому государству в определенности. Иначе в дальнейшем мы можем видеть, сейчас Россия подняла стоимость на газ для Армении. В дальнейшем, может быть, какие-то уже возникают вопросы в экономическом сотрудничестве. Это как в альянсе, это также в инвестициях не только, скажем, из Российской Федерации, но и из других стран СНГ. Чего на самом деле хочет Армения и с кем она хочет сотрудничать? Сосе Хан, сейчас мне режиссеры говорят, что им удалось подключить к эфиру российского историко-политолога Олега Кузнецова. И мы узнаем его мнение. Господин Кузнецов, как слышите нас? Вас слышу отлично. Господин Кузнецов, буквально 5 минут мы у вас времени отнимем. Значит, вы наверняка знакомы с тем расследованием, которое провел российский телеканал Russia Today по поводу цветных революций. Я вкратце скажу, что там суть такая, что в ноябре в Ереване состоялся семинар, на котором молодежь из ряда стран СНГ учили, как проводить массовые акции по сути революции. В данном случае были и, представьте, Российская Федерация, есть озабоченность, есть это срезонировало, скажем, в российском экспортном сообществе, что вот в Армении на этом семинаре людей учили, как осуществлять революцию в Российской Федерации. Я хочу узнать ваше мнение касательно правдоподобности данной информации, о чем мы уже говорили с Анастасией Ханом. И какой может быть реакция Российской Федерации на такого рода развитие событий? Потому что даже если предположить, что семинар организован странами Запада, но площадка для этого предоставлена Армении, а Армения является союзником Российской Федерации. Вот что вы думаете на этот счет? Внимание американской стороны к Российской Федерации, оно всегда было, есть и будет. Понятно, что мы после Китая второй главный геополитический либо оппонент, либо партнер. И поэтому, естественно, эффект мягкой силы будет применяться к нашей стороне постоянно. Цветные революции – это очень хороший инструмент мягкой силы для достижения своих геополитических целей. И не важно, где такие тренинги организовывают. Возможно, допускаю, что господин Пашинян пригласил на свою площадку, собрал большое количество молодых людей, которые хотят социальных перемен. И я думаю, что, конечно же, проведение такой, мягко скажем, недружественной акции на территории Армении будет оценено не только МИДом России, она будет оценена и спецслужбами, и она будет оценена правоохранительными органами. И самое главное, она будет оценена администрацией, президентом России. Господин Кузьмин, у меня один уточняющий вопрос. У нас, как бы, опять же, Армения является союзным государством. Вот вы сказали, что предоставление такой платформы, оно будет соответствующим образом оценено в Российской Федерации в соответствующих инстанциях. Но, как бы, если говорить о революции, как бы, один из синонимов – это, по сути, госпереворот. Вот, опять же, с этой точки зрения, насколько, вот, как вы считаете, в Армении понимают, что делают в данном случае? Ведь речь идет не о какой-то критичной публикации, о том, что приехал человек, которого, скажем так, допустим, в России не хотели бы видеть, но он приехал в Армению. Но люди реально серьезно обсуждают о том, что, как осуществить там акции. В России в данном случае это воспринимают, что, как попытку осуществить, как попытку обучить граждан России, как осуществить цветную революцию, цветную революцию. В Российской Федерации. Как это стыкуется вот со статусом союзника в данном случае? Очень многие, ну, понятно, хотят изменения существующего политического режима для того, чтобы осуществлять свои макроэкономические цели. И в этих условиях, естественно, России приходится защищаться. Возникает вопрос только в другом. Когда у нас в политическом руководстве происходит осознание того, кто нам друг, кто нам враг? Так вот, в последнее время господину Пашиняну удается сохранять некий внешний баланс, говоря о том, что он занимается внутриполитическими проблемами, при этом делая всякие мелкие уколы и шпильки в адрес Российской Федерации. Да, вот не хочу растекаться, что называется мысль подрева, но, тем не менее, маленькая информация, которая является не инсайдерской, а которая является официальной. Когда в Сочи проводилась Олимпиада в 2014 году, было предотвращено 57 терактов. Это объективный факт. Исходя из этого, я могу сказать, что страны между собой на международном уровне всегда конкурируют и используют всегда честные и хорошие приемы. При этом для этого всегда существуют спецслужбы, которые отслеживают ситуацию, предотвращают, останавливают и при этом еще анализируют. Так вот, я думаю, что та ситуация, которая сейчас существует в российско-армянских отношениях, она свидетельствует о том, что начинается очень мягкий, но при этом неприятный для России тренив в сторону западного мира. Понятно. Большое спасибо, господин Кузнецов. Пожалуйста. Спасибо. Асасий Хам, я хотел бы, чтобы вы прокомментирули еще один такой момент. Опять же, возвращаясь к словам главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, объясняя суть этого мероприятия в Ереване, этого семинара, почему эти люди туда собрались, почему граждане Российской Федерации молодые люди собрались, она использовала такую фразу, которую как бы разделяют участниками мероприятия, о том, что Путина не любить это модно. Ну, понимаете, как, когда союзник Российской Федерации предоставляет площадку для людей, которые считают, что не любить Путина модно, хочется задать вопрос, значит, и власти в Армении тоже разделяют эту мысль? О том, что вот такого рода подход к руководству Российской Федерации, они разделяют в данном случае? Ну, я бы сказала, что, как я отметила в начале передачи, та молодежь, которая все-таки присутствовала на этих семинарах, тут могли сказать что угодно. Просто пытались найти какое-то общее между участниками, возможно, те люди, которые не обладают достаточными финансовыми ресурсами, или же они все-таки не на той должности, которую они хотят видеть, будь то Российская Федерация, будь то Армения, любая другая страна на постсоветском пространстве, то есть нашли что-то общее и сделали такую идеологию, так сказать, которая будет мотивировать этих участников в дальнейшем становиться все более и более, так сказать, слепыми в этом отношении и идти туда, куда им укажут путь. Будь то нелюбовь к Путину президенту, будь то нелюбовь к каким-то чиновникам, или недовольство коррумбированной системы, или экономической нестабильной страны, то есть нашли ту идеологию. Так сказать, нелюбовь к Путину, это любимая идеология Запада, разумеется, которая очень часто... Ну, с Западом все понятно, у них напряг с Россией, мы это видим все последние годы. А здесь просто нашли такую идеологию. А как в случае с Арменией? Если они предоставляют площадку для этого, они разделяют эти мысли? Я не думаю. На мой взгляд, может быть, почему эта площадка также была предоставлена, потому что здесь идет хорошее спонсирование, идет хорошее финансирование со стороны. И учитывая тот факт, что, как я до этого отмечала, если эта площадка была предоставлена, разумеется, государство о ней было в курсе. Если не в самых верхних кругах, то на какой-то этапе, на каком-то варианте государство, чиновники, парламентарии, они должны были об этом знать. Невозможно просто провести какое-то мероприятие, если при этом не информировать определенные источники. Степень погруженности тогда властей в этот вопрос? В Армении в том числе существуют те же политики, которые не любят Россию, или те политики, которые за деньги готовы не любить Россию, тем более после смены власти. Поэтому сейчас вот эта идеология, она все-таки проскользнула на данном семинаре, она сплотила, так сказать, определенных участников и дала им понять, что если они будут двигаться по намеченному курсу, если они все-таки будут поддерживать спикеров данного мероприятия, то в дальнейшем их ожидает светлое будущее и какие-то перспективы в той же стране, будь то Армения, будь то Российская Федерация, и любая страна на постсоветском пространстве, все те участники, которые были, они шли за какими-то бенефициями, они шли за какими-то положительными финансовыми ресурсами в дальнейшем, за какими-то должностями, возможно. Поэтому сейчас эта идеология, она просто была выбрана как что-либо, что может сплотить участников на выбранные площадки в Армении. Второй вопрос у Брайна отметили. Какова реакция будет армянского правительства на это? Потому что если они планируют в дальнейшем... Я очень зряюсь, говоря о реакции, вот, например, есть признание некоторых парламентариев армянских, которые к тому времени, как бы, они не были избраны в парламент, но уже сейчас состоят в армянском парламенте, потому что выбор состоит в декабре, а мероприятие было в ноябре. Они как бы признают, что да, были на этом мероприятии. Это к вопросу о погруженности людей, которые сейчас у власти, в правительстве, в данный вопрос. Те, кто в этом участвовали в заговоре, те, кто были, разумеется, участниками данного мероприятия, повторюсь, они искали какие-то бенефиции для себя. Даже если парламентарии участвовали в этом, то, так сказать, сейчас нам интересен другой вариант. Сейчас интересно, как высшее руководство Армении будет на это действовать, как она постарается оправдать себя, так сказать. Кстати, как? Как она планирует довериться в дальнейшем? То есть сейчас уже у России есть все-таки сомнения в том, что же в дальнейшем будет делать Армения, как она в дальнейшем себя поведет. А если нет этой стабильности, если нет доверия между странами, то это идет и отражается уже в плохом аспекте на всех других вариантах сотрудничества. Это может быть медиапартнерство, это может быть политическое, экономическое, социальное, работа с диаспорой и так далее. Как сейчас Пашинян, кто стоит, так сказать, во главе государства, все-таки планирует оправдаться перед странами? И тут, если мы говорим о странах, это не только Российская Федерация, тут идут все страны. Об этом, кстати, там же сразу несколько стран, мы поговорим отдельно. Анастасия Хам, опять же, как бы подытожив вот тему этого семинара, в качестве пособия на этом семинаре используется плакат с изображением Владимира Путина. на мероприятии, где говорили о том, что вот надо проводить акции протеста, о революциях и так далее. Надо ли еще кому-то что-то объяснять, что эти люди там обсуждали в данном случае? Это, опять же, в плане искренности армянской страны, которая предоставила платформу, опять же, вот платформа, на которой обсуждают акции протеста, революционные движения. Армянская сторона делится своим опытом, и не только, да, людей, скажем так, пытаются заразить своим опытом. В качестве пособия используется плакат с изображением Владимира Путина в данном случае, да. Вот надо ли еще кому-то что-то здесь объяснять? Оправдаться точно нужно, на мой взгляд. Оправдаться и что-либо высказать, так сказать, либо в поддержку, либо уже в отрицание. Потому что сейчас тот момент, когда Армения все-таки должна громко заявить. Мы ищем инвестиции, мы ищем поддержку со стороны Запада, мы верим в западные принципы демократии, и, соответственно, мы отходим от постсоветского пространства, от Российской Федерации и полностью нацелены на Запад. Либо же Пашинян должен принять для себя решение, что нет. Он все-таки оставляет, так сказать, сбалансированную политику в какой-то мере, но продолжает более такой нацеленный курс сотрудничества с Российской Федерацией. Тут сейчас должна быть внесена какая-то ясность. По крайней мере, на мой взгляд, мне кажется, это позволит в дальнейшем строить внешнюю политику Армении, входить в какие-то экономические проекты, политическую деятельность и так далее. Пока этого нету, пока та сумятица, которая происходит в Ереване, имеет место быть на сегодняшний момент, это будет использоваться спонсорами извне, чтобы разогревать, так сказать, неурядиство внутри государства. А то, к чему это может привести в дальнейшем, это может привести также к внутреннему волнению в самой Армении в дальнейшем. Мы в большей части говорим о Российской Федерации, потому что в России это обсуждает именно как непосредственную угрозу для Москвы и для России. Но надо сказать, что там вопрос касался и участвовала молодежь из других стран СНГ, в частности стран, которые входят в Евразес, ВДКБ, есть там Армения тоже. Как вы считаете, что как остальные воспримут вот это желание Армении казаться неким революционным флагманом и обучать, заражать, скажем так, своим опытом граждан остальных стран СНГ? Какой будет реакция остальных стран? Осуждение будет, на мой взгляд, это точно. Обсуждение, осуждение данного поведения. То есть здесь как бы должна быть определенность. Определенности нет. И обсуждаться в СМИ это уже имеет место быть, и это будет продолжаться. Если сейчас это только в России, но на мой взгляд это только, так сказать, начало обсуждений, которое в дальнейшем все-таки перетечет в другие страны. Это может выходить на уровне различных историков, различных исследователей, которые все-таки политических комментариев, которые захотят отметиться. То есть это может ухудшить отношения Армении с этими странами? Это уже ухудшило, и я скажу так, Армения потеряла ту доверенность еще в прошлом году, когда происходила ситуация в ОДКБ, в экономическом пространстве, когда Армения начала все-таки метаться и не понимать, какую политику, какой курс ей выбрать, так сказать. Еще на тот период эти отношения уже испортились. И как-никак сейчас происходит то, такая последовательная реакция, которая началась с того момента, и сейчас это продолжается и продолжается. И сейчас подобное поведение должно все-таки давать понимание такое, куда нацелена в дальнейшем идти Армения все-таки. Если это идет западная сторона, или это идет российская сторона, или это идет более интенсивная интеграция со странами СНГ. То есть что здесь сейчас есть? То доверие, которое Армения все-таки потеряла со странами, она в дальнейшем происходит в экономическую реакцию. То есть это одно из тех проблем, что вы считаете, что, насколько я правильно понимаю, что в Армении все еще не определились с внешнеполитическим вектором. Поэтому вот такого рода мероприятия, которые, с одной стороны, вредят их отношениям с странами, допустим, СНГ, они, получается, возможны в Армении, но, с другой стороны, они декларируют о том, что они в ЕРАЗС, они в ДКБ и так далее. То есть это именно проблема внешнеполитических ориентиров. Это проблема внешнеполитических ориентиров, и в том числе это, опять-таки, желание, так сказать, правительства Армении все-таки приманить инвесторов с западной стороны. Ведь единственный подход, который Армения может предложить Западу, не имея какой-либо инфраструктуры и экономики, это ее, так сказать, нацеленность на экономические принципы, на принципы свободы слова, на интеграцию. Но это достаточно опасный путь. Вы хотите сказать, что они хотят казаться хорошими для стран Запада, получить деньги, и делая, скажем, мягко говоря, ну как это назвать, пакостями, что для отдельных стран СНГ, но это как бы опасно. Ну, она давно стоит, Армения давно стоит на этом опасном пути, еще с прошлого года, как только Пашинян пришел к власти, он ведет этот опасный путь. И, так сказать, если все-таки он идет на Запад, и если все-таки он предоставляет эту площадку, так сказать, ни одна стран-члена СНГ, или же ни Российская Федерация, ни какие-либо страны, граничащие с Арменией, не потерпят того, чтобы на территории армянского государства, так сказалось, готовились люди, революционеры, боевики, которые в дальнейшем все больше и больше будут дестабилизировать ситуацию, как в регионе. То есть Армения фактически экспортирует нестабильность таким образом. Она и так, это нестабильное государство, которое, по вине которой, продолжается также Нагорно-Карабахский конфликт на протяжении столько, такого периода времени. То есть это все дестабилизирует и не дает полноценному развитию Южно-Кавказского региона. Ну что ж, Анастасия Хамовна, большое спасибо за участие, интересные содержательные ответы. Я напоминаю о том, как в Ереване молодежь из ряда стран СНГ обучается осуществлять революции, и как на это реагируют в России. Мы говорили в рамках передачи Актуальность сегодня с гостем в нашей студии. Это помощник президента Международного фонда Евразия Пресс Анастасия Лавнина. До свидания. Актуальность 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 Продолжение следует...